и так ну что ж ария рума и манеги любители покушать и безумно сложных и логических схем у микрофона как всегда ваш покорный слугам амуру и это великолепная игрушечка факторио с модом красторио 2 и space exploration за кадром как я люблю это говорить и всегда об этом говорю произошли кое-какие в какой-то степени маломальские изменения я большую часть времени занимался благоустройством базы эстетические и вариации и также немножечко пошаманил на нашем оле для начала как я и говорил я сделал здесь еще один буферный поезд который доставляет сюда железо и теперь железом точно на шине проблем не будет также сделал поезда которые нам сюда поставляют синие схемы и редкие металлы благодаря чему у нас теперь они есть на шине и успешно здесь существует последствия обязательно будем их использовать ну а что касается мало то я немножечко изменил концепцию видоизменил положение основных подводящих сюда ресурсных линий то есть первые самые три линии отвечает за то что подводить ресурсы предметы из которых может что-то скрафтится например трезонных ресурсов типа стали железо иметь обязательно здесь занимают свое место насчет редких металлов я не знаю пусть они тут существуют не существуют но на всякий случай они здесь нужны допустим для того чтобы из них мы могли крафтить шестеренки пластины балки не балки все остальное то что нам не нужно или допустим вот таким вот методом доставлять сюда вот ресурсы так чтобы в необходимых местах для крафта были эти самые ресурсы но остальные же линии занимают многозадачные крафты так здесь потом будут обязательно конструкции малой плотности теплоемкие элементы и так далее что очень здесь сильно и необходимо по сути вот так вот схема выглядит гораздо лучше я бы сказал даже гораздо компактнее им пока что мне она более чем нравится мне пришлось это все перестраивать из-за того что по сути в прошлой версии мол упирались в пропускную способность вот этих шин то есть количество предметов которые могло здесь находиться банально было безумно мало а сейчас из-за того что здесь линии больше и соответственно и пропускной способности больше такая проблема должна возникнуть явно не скоро а когда она возникнет эту проблему мы уже будем решать более кардинальными путями но в этой же части как я и говорил я хочу заняться тем чтобы отправиться на другую планету ну или хотя бы на орбиту нашей планеты для этого мне нужно заняться целенаправленно станции которая помогла бы мне вырабатывать компоненты необходимым для выживания допустим в вакууме это такие вот канистры жизнеобеспечения которые мы должны будем помещать в костюм ну или хотя бы они должны находиться в нашем инвентаре допустим защищенные канистры в количестве трех штук необходимы для этого всего безобразия и сейчас давайте этим заниматься так как необходимое количество элементов жизнеобеспечения будет расходоваться лишь на то чтобы содержать меня в открытом космосе я думаю одного в принципе производящего элемента на это все безобразие хватит аж от отсюда мне пришлось вывести теплоизоляцию на остальные все ресурсы были на шине так что в принципе можно сказать что что вот это производство защитных канистр практически готова так а вот на эту штуку я не рассчитывал помимо того чтобы защищенные канистры нам производить здесь производится еще и какой-то непонятный шлак это идет явно не по плану но с его уничтожением успешно справляется дробилка с помощью обычного такого белого пакетника я это все исправил в принципе такой меня вариант более-менее устраивает также я должен буду в обязательном порядке пакетник разместить еще и на выход чтобы в случае чего дальше шлак по схеме не пошел так теперь в центр из жизнеобеспечения не нужен рецепт который бы эти защищенные канистры благодаря процессорам превращал бы в менее защищенные канистры как я понял последнее что осталось подвести сюда уголь и воду для создания последнего необходимого ингредиента вода подведена угли подведен и потихоньку медленно но верно канистры жизнеобеспечения пошли создаваться вот они начали храниться а значит таймер пошел по крайней мере теперь мы можем выживать в вакууме 6 минут примерно уже 10 так постепенно с каждой новой произведенной канистры жизнеобеспечения будем постепенно понемножечку иметь возможность продержаться все больше и больше по времени я не буду сейчас набирать гигантское количество ресурсов мы летим туда в первую очередь чтобы сделать во первых тестовый запуск во вторых цель первой экспедиции разместить грузовую посадочную платформу и испытать как много получится сохранить ресурсов при запуске ракеты именно на грузовую посадочную платформу здесь есть специальная вики посчитав которую я выяснил что мы сейчас полетим не имеет точного посадочного места а значит большую часть ресурсов которую поместим в ракету скорее всего разобьются и уничтожатся а значит я беру с собой запасную посадочную космическую капсулу и с вами будем пытаться высадиться и приготовить себе плацдарм для следующих запусков хотел бы я по вас стараться выселиться как можно ближе вот сюда вот к вот этой части где куча всех разнообразных ресурсов хранится и я мог бы их дальнейшем использовать только есть несколько вопросов соответственно которые у меня могут здесь возникать что именно вот этот за блоки как я понимаю если его так вот сделать то есть скопировать здесь вот разместить то это каркасы космической платформы а как мне их прошу прощения использовать то есть их у меня еще якобы нету гипотетически я расширять не как вот эту платформу пока не имею возможности но по идее я когда должен наверное это делать вот здесь вот если все правильно понимаю было когда-то космическая шахта которая запускала отсюда именно ракеты увидеть какие-то сложные схемы были судя по всему вот это вот был ядерный когда-то реактор здесь даже количество ресурсов от него осталось приемлемое очень-очень много чего интересная как можно хочу скорее попасть сюда кислород есть все необходимые ресурсы есть значит делаем пробный запуск но вот и о чем я говорил принципе приземление не очень удачная все ракету разбросала пошел отсчет тем временем нашего здесь пребывания общее время которое я смогу здесь провести час двадцать одну минуту и если бы не реактивный ранец я думаю ничего хорошего бы из этого не вышло здесь просто колоссальное количество какого-то мусора который я здесь обнаружила и нужно его куда-то постараться складировать давайте склад построим здесь временного варианта и нужно счет начинать потихонечку планомерника все это зачищать то есть я мог бы здесь разместить платформу и сразу же отсюда улететь я хотел бы хотя бы попытаться облагородить всю эту территорию по максимуму это я не заметил этого раньше здесь есть оказывается какая-то космическая капсула уже на случай допустим нашего экстренного возвращения ну пусть она пожалуй здесь и остается на тот случай если мы захотим отсюда экстренным вариантом вернуться пока вот не особо большой улов но тем не менее уже приличное количество красных конвейеров и голубых причем у них скорость аж в три раза выше чем наших красных конвейеров которые сейчас мы сможем использовать это такое приличное вам число я скажу но самое интересное что я обнаружил пока занимаюсь разбирательством это тот факт что у меня здесь есть грузовые отсеки я подозреваю то что эти скорее всего грузовые отсеки где-то находились здесь но также нельзя исключать факт того что они могли выпасть нашей ракеты на которую мы отсюда прилетели тут очень много всякого мусора и по сути занимаюсь с банальной уборкой мазут вода не знаю покажет зачем это все нужно здесь именно на станции надеюсь пригодится я не знаю где трона умудрились найти уран на этом астероиде но тем не менее они его где-то нашли надо же тут есть какой-то оказывается еще водяной лед допустим я могу бур сюда поставить который бы этот лед добывал интересно крио пушка еще био пушка какая-то есть вот эту часть пожалуй я пока что ломать не буду если как понимаю должны будут размещаться солнечные панели в принципе схемы с их расположением меня вполне устраивает так что пусть они здесь и будут размещены сейчас эти можно и заняться тем что мы будем здесь примерно разбрасывать то как будут размещены некоторые вещи строительный пилон пилон подстанции это предметы из space exploration и они прям невероятно ебовый я так подозреваю это что-то ближе к эндгейму и мне это безумно нравится возьму-ка я парочку таких пилонов и один такой пилон подстанция способен охватить аж весь остров получается охренеть то есть вот эти солнечные панели которые здесь размещены они полностью в его власти даже если я здесь допустим дрон станцию размещая она уже запитывается благодаря пилону и небольшому количеству солнечных панелей я не уверен как здесь работает механика будет ли считаться то что мы постоянно находимся на солнечной стороне или это будет считаться временно и нужно ли здесь ставить аккумулятор не нужно это все безумно интересно и нужно изучать вот мое счастье 5 сундучков невероятно дорогих для нас сейчас предметов это я обязательно собой у буду увозить отсюда если все правильно понимаю примерно плюс-минус вот такой вот весь улов то есть некоторые вещи возможно тут мои возможно не мои но тут очень много всего полезного в любом из случаев находится и это все я могу в дальнейшем как-то себе использовать немножечко посидел подумал получается такая вот схема должна быть по-любому здесь все будет размещаться сугубо временно у нас технологий вообще не хватает и в космосе я абсолютно профан мой персонаж абсолютно профан ничего не понятно что будет происходить и как это будет происходить поэтому сейчас должны мы как-то придумать примерный план и составить то как все это будет действовать давайте возьмем немножечко космического каркаса и вот этого белого космического каркаса и разница у этих двоих лишь скорости перемещения то что вообще не пережевываем за эту тему и используем ее в эстетических смыслах то есть я хочу чтобы у меня космическая платформа была размещена вот таким вот образом чтобы я дальше из нее делал всякую разводку также мне обязательно здесь потребуется сундук доставочной пушки это все часть моего плана который я конечно же собираюсь рассказать наверное и в обязательном порядке я хочу чтобы из доставочной пушки беспрепятственно выходили все предметы которые попадают в нее нельзя строить на обшивке хорошо но я могу размещать вот так манипуляторами раз мне не дают размещать быстрые погрузчики я буду размещать здесь манипуляторы которые бы из этого сундука весь материал доставляли успешным образом прямиком вот сюда по моим планам сюда будет доставляться лишь единый ресурс виде камня ведь доставочная пушка по сути своей имеет серьезное ограничение в плане логистики это все вполне решаемо теперь я все эти ненужные предметы обратно убираю и нам на секундочку для запитки 15 космических сборных автоматов требуется всего две фабрики по производству космических конвейеров но самое трудное здесь это не автоматизация всех этих процессов а в принципе доставки и логистика сюда предметов ведь мы не можем материализовать эти предметы из космоса добыть их мы тоже здесь нигде не можем и нас игра именно просит что мы сделали их вот здесь вот то есть я так понимаю то что нам нужно во первых заняться тем чтобы разгружать отсюда все предметы которые будут доставляться космической пушкой поэтому делаем такую же схему и все это будет сюда доставляться в склад как я понимаю жидкости она не способна переводить поэтому всю воду и всю смазку мы будем заменять на те же самые жидкости только бутилированные и уже от этого как-то пытаться плясать так давайте я сейчас возьму любую космическую капсулу по сути мне без разницы какая она будет я отсюда по-другому к сожалению улететь не смогу я сейчас сюда заложу пункт назначения наивис и запуск сожалению пока что нет другого выбора мы вот такие вот варварским методом можно сказать отсюда улетаем и приземляется неизвестно где класс то есть даже на непрогруженной территории офигенно и знаете что я обнаружил при приземлении у нас порезались буквально все предметы которые были с нами пока мы находились на орбите и всего здесь получилось таким образом 3 сундука из пяти я не знаю как это описать ну-ка давай посмотрим а как скоро мы сможем тебя изучать ну в принципе если так посудить то всего двух схем не хватает и одну из них мы сможем производить очень даже скоро в любом случае я хочу сейчас прежде чем делать дальнейшие действия проэкспериментировать а эксперимент мы будем заключаться в том что я хочу здесь себе еще попробовать построить грузовую ракетную и посадочную станции чтобы посмотреть по количеству отправляемых ресурсов в космос то есть у меня до сих пор стоит очень важный и вопрос допустим мы сможем отправить все эти ресурсы на орбиту но если мы будем каждый раз так терять большую часть ресурсов при отправке это вообще не дело и так это не работает поэтому будем надеяться на легкий исход событий и возможно у нас даже что-нибудь из этого и получится именно поэтому я хочу сейчас при экспериментировать в этом направлении необходимые компоненты создались сейчас последние предполетные подготовки и можно отправляться но я надеюсь что плюс-минус все готово на крайний случай здесь еще одна космическая капсула имеется запуск и дурак по моему не уверен да я дурак я большой большой дурак который не выбрал станцию откуда будем лететь какой же я гениальный просто но сейчас будем выполнять попытку номер 2 ведь как ни странно моя цель и по прежнему сейчас остается выяснить как много количества и мы ресурсов получим если ракета приземлиться непосредственно на грузовую платформу сможем ли мы вернуть все части ракеты или только часть из нее получится вернуть и конечно же опять я фиг знает где появляюсь ну что ж поделать ну в принципе этого и стоило ожидать что ровно половина всех ресурсов которые мы здесь получаем они аннулируются то есть буквально все стаки поделились на 2 и значит вот этот грузовая платформа которую мы здесь получили тоже на 2 поделилась так теперь здесь точно я должен выбрать наивис орбит лендинг под то есть туда куда мы будем приземляться и шанс посадки успешной 99 процентов и груз безопасности тоже практически 100 процентов учитывая мою удачу то что по-любому будет несколько неудачных запусков насколько именно таких запусков пока что неизвестно не будут ожидаться когда все ресурсы необходимые заполнят мои дрончики поэтому просто берем и запускаемся еще раз на этой же самой ракете в надежде что что нибудь да обязательно получится опа 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 а тут анимация совершенно другая посмотрите здесь мы сразу приземлились на посадочную платформу сразу здесь появились секции грузовой ракеты и космические капсулы сохранились даже на которых мы могли бы улететь а это уже заявочка попрошу даже несмотря на все это безобразие мы вернули всего 12 секций грузовой ракеты то есть грубо говоря нам еще 80 нужно доставлять а это 80 свободных ячеек и боюсь мне придется запускать две ракеты суда то есть первая ракета которая могла бы доставлять сюда все необходимые ресурсы в плане производственной базы а вторая ракета которая бы смогла мне помочь отсюда доставлять на наивис все необходимые элементы в виде топлива то есть то есть грубо говоря мы оттуда должны будем запускать сюда целую ракету для того чтобы запускать ракету отсюда но на самом деле это нужно будет делать посмотреть по количеству места которое будет хватать в ракете но это рассчитывать я думаю мы вряд ли будем сегодня еще один экстренный запуск сожалению да приходится это делать но на этот раз хотя бы мы очень близко с домом приземляемся я думаю немаловажную роль сыграла эта грузовая посадочная площадка именно здесь так получается примерный план у нас обрисован я уже посчитал рассчитал необходимое количество предметов которые здесь должно быть задействованы и необходимое количество предметов которые мы должны будем погрузить в нашу ракету в принципе этих предметов здесь не так много но для того чтобы это все нормально работало функционировало мы должны с вами организовать поставку на орбиту ресурсов с помощью ракетной доставочной пушки а для доставки с помощью нее нам потребуется капсулу достаточной пушки и для них в принципе все готово все эти предметы есть кроме взрывчатки но я думаю это сейчас у без проблем получится новом блоке сделать рецепт уже давно посчитан и останется это лишь все воспроизвести ну вот и два блока уже занято здесь расположились аккуратненько поезда в этом блоке как я и задумал находится взрывчатки то есть поставляется сера уголь и вода все это смешивается получается взрывчатые вещества они погружаются на поезд и поставляется это все вот в этот блок где я решил объединить конструкции малой плотности с теплоизоляции а с другой стороны медь переделывается в медные прутки вместе со взрывчаткой как раз той добываемой воспроизводится капсулу заправочной пушки то есть по сути схема которая была уже много где немножко модифицированная вот так вот все организованное и аккуратно чинно благородно единственное что наверное я бы изменил если вдруг мне не будет не хватать количество вырабатываемых ресурсов то выработку меди я бы чуть вниз бы сдвинул на самом деле чтобы можно было их еще вот туда вот в сторону расширять но это я думаю будет чуточку позднее по идее останется всего лишь продумать как это будет все организовано сделал все необходимые расчеты для того чтобы нигде себя не обмануть нигде самому не обмануться я думаю это и очень глобальные планы будут уже в следующей серии ну и пока в таком случае пожалуй пока что на этом все всем спасибо что смотрели у микрофона пока всегда ваш погон слуга мамору еще услышимся